Привет, друзья! Еще одно видео, нестандартное и нетипичное для меня, про еду, рецепты. Это, конечно, не WordPress коды записывать и инструкции. Но мне интересно, на самом деле, тоже такие видео делать, потому что, ну, прежде всего, для себя, потому что я многое забываю, что-то интересное в моей жизни появляется в кулинарии, а потом как-то теряется, забывается и так далее. Ну, и вообще будет полезно тем, кто интересуется такой темой. Сегодня я запишу видео, как сделать масало-чай. Немножко предыстории. Мы были с мужем в Индии где-то лет 5 назад, проколесили всю Индию, она нам жутко не понравилась, вызвала у нас просто нереальные чувства отвращения. Но единственное, что мы оттуда вылезли, это чай масала, который просто так прижился в нашей жизни, что где бы мы ни были, мы всегда искали, ну, если видели меню, например, в ресторане чай масала, мы всегда пробовали. И никогда, нигде нам этот масала-чай не нравился. То есть в Индии он идеальный, он вкусный, он такой со специями, ароматный, острый, горьковатый где-то, можно сахара, можно без сахара, то есть вообще идеальный. И я нигде не могла найти рецепт, чтобы сделать, ну, так же, хотя бы приближенно. И вот, как бы, однажды я попробовала масала-чай в России, в Санкт-Петербурге, это была кафешка-ресторанчик «Сфера», это в Великане, кто знает, весь Великан парк, там кинотеатр, и есть йога-центр «Сфера», и при нем такой ресторанчик-кафешка, и там очень хорошо делали масала-чай. Я поняла, что это возможно, сделать не только в Индии, но и в России можно. Потом мы приехали вот на Пхаям, остров Пхаям, это в Таиланде, на юге Таиланда, и здесь, опять же, я встретила, это второй раз за пределами Индии, потрясающий масала-чай в ресторанчике у нашей подружки, уже подружки, да, англичанки Шармейн, которая делает просто изумительный, потрясающий, самый настоящий масала-чай, и то, как я люблю, без сахара. Ну, в общем, мы ходили долго к ней пить масалу каждый день, а потом я не выдержала и спросила, Шармейн, скажи мне рецепт. Вот, и просто надо, хочу сама научиться делать, потому что я пыталась по рецептам делать, у меня реально ничего не получалось. Вот если вы тоже пытались сделать по рецептам, которые в интернет, получается либо очень остро пить невозможно, либо вообще никак молоко выбивается. Какие-то рецепты все очень разнятся, я никак не могла понять, почему нет единого рецепта масала-чая. Вот чтобы раз, два, три сделала, и все получилось. Всегда он разный. Но сейчас, когда я уже сама готовлю, уже постоянно, и выверила свой рецепт, я понимаю, почему. Потому что специи везде разные. Вкусы у всех разные, естественно. И кто-то любит немножко подсластить, послаще. Кто-то любит, чтобы было такое кремовое побольше молока. Кто-то любит, чтобы было побольше специй, там, кардамон, чтобы, ну, выделялся, и так далее. То есть масса рецептов, и в Индии, и в самой тоже очень много рецептов. Ну, в общем, я выверила для себя, что мне очень нравится. А я люблю, чтобы было не сладко вообще, чтобы не было ни капли сладости, чтобы было остренько, прямо чтобы аж во рту так жгло немножко, и чтобы был букет специй вот этих самых масала-чая. Я взяла за основу рецепт, который мне дала Шарней. И я покажу его, он основной. Это самый классический рецепт масала-чая. А потом еще добавлю тех специй, которые я дополнительно добавляю уже в процессе экспериментов. Я их как бы, ну, выверила, скажем так. Итак, классика. Классика состоит из пяти специй. Первая – это корица. Известная всем нам корица по кофе. Вот мы пирожки ими, булочки посыпаем и так далее. Но на самом деле с корицей все не так просто. Настоящая корица, настоящая, то, что вот название прямо дерева корица, потому что это же внутренняя часть коры дерева, да. Вот само название корица производится только на Шри-Ланке. И выглядит она по-другому. Она такая немножко рыхлая, такая вот, ну, короче, по-другому. Нам привычная корица, вот такие вот палочки, мы все их видели, везде не продаются, это кассия. Кассия, которая растет и производится, соответственно, в Китае, во Вьетнаме, в Индонезии, по-моему, больших количествах. Это немножко другое. Но запах у них похож. Вот это нам привычная корица, вот ей как раз все посыпают этим порошком, ее как раз в кофе добавляют и так далее. Поэтому мы ее используем. Так, кассия корица-кассия. Первое, что я делаю, я, конечно, ее разделяю вот на такие маленькие кусочки. Ну, это необязательно делать. Я просто маньяк всего, что надо помыть. Я вообще ничего не ем и не кладу непомытым. Особенно такие вещи, как, например, кора, дерево. Кто бы мне там прикасался, непонятно. Ну, короче, это маньячное дело. Не обязательно это делать. Можно просто, ну, хотя бы пополам их разделить и в воду положить. Ну, а я мою. Ну, кто такой же, там, бобер-полоскун. Ну, вы можете сделать то же самое. В общем, я вот так вот разделяю их на кусочки. Если не получается, можно ножом. Вот, потом я это все дело мою. Сейчас я помою все. Вот. Ну, вот такое вот. Да, вот такое вот так оно выглядит. Такие палочки. Вот. И кладем в кастрюльку. Кастрюльку. Кастрюльку мы добавляем. Да, кстати, я же не сказала, да, мы будем делать два стакана, две кружки масала. То есть, ну, я все делаю по два. Для себя и для мужа, понятно, да? Поэтому все на два. Если нужно меньше, то делим на два. Итак, одну кружку воды. Здесь вот 250 миллилитров, поэтому нужно, если мерный стаканчик, есть просто 250 миллилитров. Добавляем один. Наливаем второй, и я его не выливаю, потому что... Ну, я потом хитрость расскажу, что я делаю, мне специи, как всегда, жалко. Поэтому я вот эту воду оставляю для того, чтобы, ну, как бы смыть с чашечки, где я буду перемалывать специи, чтобы тут ничего не осталось, ничего не выбросить, и все как бы попало в кастрюльку. Окей, я это пока оставлю. Дальше нам нужно сделать набор специй. Специи мы будем перемалывать, то есть они не в чистом виде. Я беру специи все не перемолотые, и это лучше. Сразу скажу, что раньше я пыталась сделать масалу и покупала в России кардамон порошковый, там, ну, гвоздика у нас продается в виде семян. Допустим, кардамон, что там еще у нас было? Корица, да, вот такую тоже достаточно сложно найти. Так, не в каждом магазине она продается. Я бы покупала в виде порошка, и это было ужасно. Допустим, когда корицу в виде порошка используете, когда вы сварите вот это все, у вас на дне получится такая... О, прости, Господи, какая-то слизь просто. И она очень неприятная, она вкус не портит, но вот на дне чашки она потом вот это как-то смешивается с другими специями, с чаем, и получается какая-то слизькая неприятная масса. Вот, поэтому корицу в виде палочек разобраны, да, на маленькие кусочки, а все остальное перемалываем. Специи такие получаются лучше, свежее, качественнее. Где их найти, честно признаюсь, не знаю. В России, наверное, только на рынке можно такое купить, ну, где-то надо искать. Я заказывала через интернет. Итак, первое, главный ингредиент, это кардамон зеленый. Ммм, как же он пахнет! Бог мой, это вообще просто... Можно наслаждаться этим запахом бесконечно. Его в основном используют для кулинарии, для пирожных, для булочек, ну, для сладостей, грубо говоря, да, очень много вот в индийских сладостях тоже используется кардамон. Кардамон настолько популярен, эта специя, что его опережает только перец, по-моему, черный в популярности. И очень дорогая штука, на самом деле. Нам нужно всего 4 коробочки. То есть вот эта вот коробочка, да, внутри семена. Кто-то рассказывает, что нужно открывать коробочки, доставать семена, и только семена использовать. На самом деле я использую всю коробочку, и мне как бы нормально. Берем 4 коробочки. 4. Значит, смотрите, сладость, масале, даже если вы не будете использовать сахар, дают вот именно кардамон. Кардамон и гвоздика, немного анис, тоже они дают сладость. Поэтому, смотрите, вот выверено уже методом экспериментов, 4 идеально для тех, кто не любит вообще вот этот сладкий привкус. А я очень не люблю. Мне нравится такой вверховатый, специи, ароматный. Ну, чтобы без сладости, потому что я даже сахар не добавляю. Ну, это на любителя, да? Итак, 4 коробочки кардамона. Дальше, следующий ингредиент, это у нас гвоздика. Гвоздику мы... Сейчас открою. Итак, гвоздику мы берем 6 звездочек, 6 гвоздиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, гвоздика у нас... Это такая специя, которая, если вы ее переборщите, она даст такой эффект, как онемение. То есть в ней очень много дубильных веществ. Почему-то она, допустим, используется... Допустим, масло, да? Эфирное масло гвоздики используется для обезболивания. То есть если зуб болит, можно на зуб как бы приложить немного эфирного масла, и зуб перестает болеть, потому что тупо просто все немеет, да? Ну, она убивает, естественно, бактерии, еще какие-то у нее там свойства. Вообще, кстати, каждая специя чем-то хороша. Да, у каждой есть полезные свойства. Поэтому, делая масло чай, мы просто букет полезных свойств получаем. Так вот, если переложить, если положить больше, точнее, гвоздики, то когда вы будете пить масло, будет ощущение, что у вас просто во рту все немеет. Вот это я замечала уже. Поэтому шесть на две кружки идеально. Так, следующее. Это я сейчас классику показываю, да? Пять специй. Следующее – это перец. Перец не обязательно, на самом деле, ингредиенты. Черный перец с горошком обычный, да? Мы его используем всего восемь штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не обязательно. Ингредиент я во многих рецептах вообще вижу, что он исключен. Но, не знаю, мне нравится. Мне очень нравится горчинка такая. Он аромата особого там не дает, потому что там кардамон все перебивает, естественно, и другие специи очень ароматные. Он дает какую-то, может быть, мне так кажется, какую-то немножко горчинку, что ли. Так, следующий обязательный ингредиент. Так, это раз, два, три, четыре. Да, следующий обязательный ингредиент – это джинджер, имбирь. С имбирем здесь все не так просто. Сколько его положить – это всегда… Вот даже сколько я варю уже этот масала-чай, каждый день по нескольку раз, и то я не могу выверить пропорцию. Все зависит от самого имбиря. Из чего я сделала кое-какие выводы. Значит, чем тоньше и меньше имбирь, тем он острее. Чем он больше, пухлее и, ну, такой просто реально большой имбирь, корень имбиря, то тем он менее острый. Так, по крайней мере, сработало у меня. По классическому рецепту мы берем имбиря, значит, на одну кружку, это, ну, примерно с один фалан пальца. То есть берем столько имбиря. Мне всегда этого мало. Значит, смотрите, в чем суть? Если имбиря положить мало, то специи остальные перебьют вкус и дадут сладость немножко. Она будет чувствоваться сладость. И не будет так остро. Всю остроту, то есть такой вот острый вкус и немножко горчинку дает именно имбирь. Вот здесь нужно регулировать. Мне иногда вот я сделаю вроде бы все по рецепту, все правильно сделала, все, как вот я обычно делаю. А вот мало горчинки, много сладостей. Я прямо вот уже как-то после того, как сварила масалу, еще добавляю имбиря, чтобы перебить эту сладость и добавить больше такой вот остроты. Итак, обычно, сейчас я проверю, посмотрим, как это будет сработать сейчас. Ну, вот обычно я беру, сейчас скажу, сколько для меня. Вот это толстенький был большой имбирь, поэтому я беру чуть побольше. Если тоненький, то поменьше. Итак, я его очищаю. Кстати, кто-то не очищает, ну, я уже сказала, да, что я маньяк чистки и мытья. Я даже мою эти, как они называются, сухофрукты и орехи. Хотя, я уже сказала, что, вы знаете, сухофрукты вообще-то не моют. Нельзя сухофрукты мыть? Я говорю, да ладно. Вы попробуйте их помыть и посмотрите, какие они грязные. Я не собираюсь это есть без того, чтобы помыть. В общем, да, вот у меня есть такая. Я все чищу, все снимаю. Вот, значит, смотрите, вот столько, да. То есть получилось у меня на две кружечки. Ну, это больше, чем с один халан. Да, даже больше. Вот я думаю, что этот имбирь у меня не такой острый, я еще добавлю. Ну, в общем, здесь вот методами только так можно, да, выбрать. Но лучше не доложить, чем переложить, потому что если вы переложите, будет очень остро, пить его будет просто, ну, не очень приятно, скажем так, да. Ну, вот как-то так вот, если мои пальцы, руки. Вот какие-то такие кругляшки получились, да. Вот, по-классическому, это, значит, на одну кружку один кусочек имбиря. Ну, это очень для меня мало, поэтому я беру больше. Окей, это классика. Еще раз. Четыре коробочки кардамона, шесть семян гвоздики, восемь перчика кругляшков, имбиря, ну, по вкусу, соответственно, кто как любит, и корицу, ну, вот примерно вот таких, две палочки. Это на две кружки. А теперь, это классика. Вот из этого получится идеальное масло, классическое, настоящее, клевое масло. А теперь мой рецепт. Что я еще добавляю? Мне нравится, безумно нравится черный кардамон. Его найти просто не, ну, не везде возможно. Вот такая штука, такие коробочки, они больше, чем, ну, для примера покажу, да, вот зеленый кардамон. Зеленый кардамон многим знаком по запаху. Ах, ароматный. Вот такой зеленый, а вот такой большой, черный. Это одно и то же семейство имбирных, то есть, ну, то же самое, но разные, как бы там, подсемейства, или как там они называются. Вот, и черный кардамон, в отличие от зеленого, я вытаскиваю семена, потому что черный кардамон, он, его коптят. То есть, это копченый семена, копченый. И вот вся копченость, она, вот этот вкус копчености, он сверху на коробочке. Внутри он не так чувствуется. Поэтому я вот так вот беру, снимаю эту кожуру. Вот, я пробовала и так, и так, но мне здесь кожура не очень нравится. Она прям перебивает, прям, получается у меня реально копченый, копченое масло. Вот здесь вот семена, и мы эти семена вот так вот вы туда забрасывали. Еще раз повторю, да, это не классика, это вот, это уже мои, как бы, это можно делать. Я видела такие вариации масалы, можно, но это совершенно не обязательно. Окей, черный кардамон, это первое, что я добавляю. Анис звездочный, не путать с анисом семенами, да, как укроп, типа укропа. Нам нужно именно звездочный, его легко найти. Значит, берем еще один такой поинтереснее, красивый, такая девочка. Ну, я вот так вот разделяю их на семена. Окей. И еще я добавляю фенхель. Фенхель. Массала, вкусняшка. Фенхель. Так. Где-то одну четвертую чайной ложки. Ну, прям вот, ну, прям на чуть-чуть, щепотку, можно сказать. Вот где-то вот так вот. Вот так вот выглядит, как укроп. Приятно пахнет. Окей. И последнее, это очень необычное сочетание, но это я увидела на коробке порошка, который мы купили в Малайзии, в Джорджтауне, в индийском квартале. Мы купили там порошок масалы. И там был один из ингредиентов, это кориандр, семена кориандра. Ну, покажется странным, потому что в основном кориандр используется для маринадов всевозможных. Я беру там одну вещепотку. Все, вот моя масала. Ну, а я говорю, вот черный кардамон, анис, фенхель и кориандр, это уже, как бы, ну, такие дополнения, ну, вообще, как бы необязательные, да? Окей. Теперь нам нужно перемолоть. Вообще, в идеале, все это перемолоть в каменной ступке, в каменной ступке специальным таким вот приспособлением, как это делали наши предки, до сих пор, кстати, делают. Очень вкусно получается. Но у меня такой штуки нет. Поэтому я использую обычный гриндер, измечитель вот такой вот, компания «Филипс». Не реклама. Ну, кстати, классная штука, мне очень нравится. Очень удобно, что, знаете, обычно бывает, что вот эта штука не отделяется, вот сам гриндер, да, не отделяется от чаши. И мыть очень неудобно получается. То есть крышку открываешь, там руками лазишь, тут пытаешься промыть эту чашу. А здесь чаша отдельно от ножа. Нож отдельно промывается, очень удобно. Окей. Значит, мы измельчаем это все. Недолго, да? Чуть-чуть. Окей, измельчили. Ах, боже мой, как вкусно! Окей. Теперь добавляем туда имбирь. Почему сразу не имбирь? Потому что имбирь мягкий, и тут вообще в кашу превратится. Добавляем имбирь и пульсатором просто несколько раз. Вот так вот. Немножко измельчился. Кстати, если используете каменную ступку, принцип тот же самый. Сначала твердый, измельчаем специи, а потом добавляем имбирь. Только так. Окей. О, да. Скусняшко. Так, теперь... Это моя хитрость из-за жадности. Я в итоге не хочу, чтобы специи пропадали. Я вот так вот в воде все это пополочу, потом вот так вот выкину, и еще вот эту штуку я обязательно промою и выкину. Но это не обязательно делать. Это просто если вам тоже специи так же, как и мне, жалко. У меня хоть их много, но мне всегда жалко их выбрасывать. Вот такие ароматы. Все. Две кружки. Еще раз, да? Две кружки специи. Торица уже там. Включаем и доводим до кипения. До кипения. И 5 минут кипятим воду. 5 минут воду. Итак, еще раз. Специи добавили. Две кружки воды. Закрываем крышкой. Доводим до кипения. И после того, как закипит, еще 5 минут кипятим на слабом огне. Красота. А делается это для того, чтобы специи свой запах, как бы воде отдали. Свои ароматы. Потом мы уже добавим молоко и чай. Итак, 5 минут прошло. У нас уже немного выкипело воды. И теперь мы добавляем кружку молока. Молоко должно быть коровье, высокой жирности. Больше 3%. Тогда масалый чай будет вкусный. Ну, здесь на самом деле много есть мнений. Кто-то, вот, вегетарианцы, веганы, точнее, да, не пьют молоко. Вот. Добавляют соевое молоко, кокосовое. Я пробовала делать кокосовое, пробовала делать соевое. Но это совсем не то. Это вообще не масала, не вкусное. И, ну, на мой вкус, самое лучшее, это именно с молоком и с жирным молоком. Окей, я налила молоко, крошку, увеличиваю огонь. И опять мы ждем до того, ну, момента, когда оно закипит. Пока закипит, я хотела бы сказать еще по поводу специй. Значит, по поводу корицы я сказала, да, что это кассия. По поводу гвоздики я сказала, это и антибактериальное средство, и боль утоляет. Кардамон, говорят, что здорово отхаркивающее средство против простуды. Ну, и когда уже болеешь, когда есть мокроты, кардамон помогает вывести мокроты из организма. Также, кстати, что еще важно, многие противники молока говорят, коровьего именно, да, говорят, что молоко вызывает в организме образование слизи. Слизи, да. И вот, допустим, для тех, у кого насморк хронический, там, не знаю, кашель, молоко, нежелательно пить, потому что оно увеличивает как раз вот эту слизь. Особенно это касается, носа. Сама знаю, просто страдаю с носом, особенно когда я в России, в Санкт-Петербурге. Так вот, что делает кардамон? Кардамон, когда добавляется в молоко, он, как бы, убивает вот эту способность образовывать слизь. Вот, то есть, если у вас такая проблема, то смело пейте масалу, холли не будет. Итак, у меня закипело, закипело молоко, снова уменьшаем огонь, можно крышку уже не закрывать, и еще даем покипеть молоку, специи и воде еще 2 минуты. Так, пока кипит, я застаю время, сейчас 14 минут, окей, 16 минут, выключим. Анис. Анис, я не очень хорошо знаю, что она тоже противопростудная, тоже имбирь, имбирь это классная вообще специя, кто знает про имбирь, это и противовоспалительная, и при простуде пьется, антибактериальная, очень классная на самом деле средство, я все очень имбирь люблю, во всех его проявлениях, и в блюдах обычных, и в чае, в масале, так, что там у нас еще, кардамон, гвоздика, перец, корица, индий, да, это из классики. Так, ну и все, про остальные вы уже прочитаете. В общем, так понятно, да, что у нас в масале, это такой кладезь полезности, кладезь полезных веществ, плюс в масалу, помимо молока, воды и специи, добавляется еще чай. С чаем тоже здесь такая, на самом деле, проблема. Я специально заказала в индийском магазине чай, потому что, как мне кажется, индийский чай больше всего подходит именно для масала чая. Ну, во-первых, масала чай зародился в Индии, индийский чай используется, и по консистенции, вот то, как он выглядит, я сейчас покажу, он очень мелкий, как будто бы гранулированный, вот раньше у нас был гранулированный чай. Я такой чай вообще никогда не пью. Если говорить о чае, то я беру всегда, ну, зеленый, может быть, листовой, высокого качества. Тут он не кажется высоким качеством, какой-то перемолотый, какие-то там шарики, но для масала он просто идеален. Он быстро заваривается, дает цвет, терпкий такой вкус, вот, и поэтому вот именно его я добавляю в масала чай. Так бы я его пить не стала, честно признаюсь. Вот. Вот. Некоторые делают масала даже с зеленым чаем, я тоже такое слышала, но любое склонение уже от классики, я считаю, это уже так, извращение на самом деле, но на курсе товарищей нет, почему бы и нет, можно и попробовать. Почему не кокосовое молоко и не соевое? Дело в том, что кокосовое молоко и соевое тоже сворачивается при закипании. Поэтому в Европе, кстати, пошло такое мнение, что, допустим, кокосовое молоко не надо кипятить, его нельзя кипятить, его надо просто добавлять уже как добавку к блюду. На самом деле, все фигня, все его кипятят и в Юг-Восточной Аде очень много готовят блюд с кокосовым молоком. Вот. Почему же там не сворачивается, да, вопрос? Сворачивается, тоже все сворачивается, но они там все-то со специями перемешивают, там такая естественная эмульсия добавляется в виде муки, там, грахмала и так далее. И вот эта вот эмульсия, она как бы, я не знаю, по-научному, как это сказать, то, в общем, она белок, который сворачивается, разбивает и как бы смешивается, и в итоге получается такая кремообразная масса. Вроде бы оно, как бы, ну, свернулось, да, но этого не видно, там такие мелкие частицы получаются. Вот, но это все равно получается фигня какая-то на самом деле. Я пробовала с кокосовым молоком, во-первых, некрасиво, а во-вторых, невкусно. Вот, тут специи использовала. Коровье молоко лучше всего в этом плане. Так, ну что, две минуты прошло, у нас? Все, берем первую ложечку и добавляем в нашу масало. Кстати, масало переводится как острый, специи. То есть, получается у нас чай со специями, если дословно переводить, масало чай, чай со специями. Окей, я кладу вот три таких ложечки. Это вообще маленькая ложечка, она не чайная, даже, мне кажется, меньше, чем чайная. Ну, короче, три ложки я кладу. Вот такой мы купили, но это самый, самый простой индийский чай. Вот, смотрите, какой кремом получился такой оттенок, коричневенький, классный, прям красивенький. Масало, что надо. Вот, все, закипело у нас немножко. Выключаем нашу кастрюльку, закрываем ее на две минуты. Все, через две минуты встретимся, будем разливать по кружкам. Последний этап. Две минуты прошло. Ммм, пахнет, пахнет. Окей, теперь нам надо все это разлить по кружкам и процедить. Конечно, если у вас на кухне есть специальные приспособления, ситечка, все прекрасно, у меня всего этого нету, мы уже живем в домике, в Таиланде, арендуем этот дом, и здесь вот днем с огнем не сыщешь ситечка. Все, что я нашла, это вот такое вот, это из чайника. Вот, но если у вас что-то еще приличнее, то хорошо. Окей, ну, суть не в этом, да, главное, что какое-то ситечка, чтобы вам можно было убрать специи, потому что они сверху есть, что-то внизу осело, чай, чтобы не попал, да, чтобы все было такое. Классненько. Окей, переливаем в кружечки. По поводу сахара. Вообще, масала чая, традиционно индийские, в Индии пьют с сахаром. Вообще, индусы, как и тайцы, как и вообще, наверное, все в Юг Восточной Азии ужасно любят сахар. Это вообще непонятно, потому что я сахар не люблю, я не люблю сладкое, и я никогда в чай не добавляю сахар. И вот для меня масала, это вкусная масала, которая горьковатая даже, острая, и без капли посластителя. То есть, почему я еще специи, да, такие выбираю, чтобы не пробивалась сладость. Тут зависит все от имбиря. Чем больше имбиря, тем сладости меньше. Окей, ну что, получилось у нас две кружечки. Кстати, почему вот я, вы заметили, да, что я сделала две кружки воды и одну кружку молока? Здесь еще осталось примерно на, ну, так, на одну треть кружки масала, может, на половинку еще. Остальное все выкипело, впиталось специей. Ну, я всегда люблю добавку. Вот я не могу без добавки. Мне всегда кружки мало, причем не важно, какого она размера. Она может быть такая кружка, может быть такая, но мне всегда надо немножко добавки. Вот такое послевкусие, после того, как я уже выпила, я уже все, масала закончат, а у меня есть еще заначка. Вот она всегда у меня в кастрюльке тут стоит. Вот, ну, не знаю, да, у меня такая дурацкая привычка. Немножко добавки. Поэтому, в принципе, здесь можно разделить реально на две с половиной кружки, либо, если поменьше кружки, то даже на три. Вот, получается. Ну, у нас с мужем две кружки, плюс добавка, в кастрюльке. Все, друзья, пробуем масалу. Кстати, давайте я попробую, сколько имбиря хватило, или нет? Нормально, но можно было бы больше. Ну, еще раз, да, все зависит от имбиря. В принципе, да, хорошо. Ну, я люблю поострее, поострее. Мне было еще не имбиря, хотя, видели, да, много положила. Если имбирь был бы тоньше, моложе, то есть, такой свеженький прямо, он был бы еще острее, поэтому его прям чуть-чуть надо. А этот, видимо, ну, такой вот уже, перезревший, что ли. Он не такой острый. Ну, это не проблема. Если остроты мало, то, в принципе, всегда можно добавить просто имбиря свежего. Тоже будет нормально. Ничего. Я прям сейчас добавлю. Вот, я прям чуть-чуть делу. Можно, конечно, пропипятить, еще все такое, но я сильно не заморачиваюсь. Вот. Вот. Это мне будет. Но это не обязательно. Смотрите, вот имбирь – это самая такая специя, которую вообще невозможно выверить, ну, сказать по рецепту. вы должны положить столько. Будет всегда по-разному. Поэтому, тестируйте, смотрите, а все остальное, прям вот, что должно быть, как я сказала, 4 кардамона, 6 гвоздик, 8 черных перцев, горошком, да, и имбирь, по вкусу, да, смотрим, и корица, две таких палочки. Это на две кружки, на две с половиной. Вот. Все остальное уже по желанию добавляйте. Есть такие специи, отлично, нет, ну, без них тоже будет хорошо. Я добавляю анис, один, одну звездочку, черный кардамон, только семена, одну четвертую чайные ложки кенхеля, и кориандра, тоже одну щепотку, две. Вот такой масала чай. Приятно. Хорошо. Еще один момент по поводу масала чая. Масала чая, это такой напиток, во-первых, он согревает, понятно, там он горячий, там молоко, там имбирь, который и так в жар бросает, там вот эти вот специи тоже, антибактериальные, антивоспалительные, там что только нет, это вообще такой кладезь витаминов, полезных веществ, и все это вот в этой кружечке, да, и очень важно, ну, для меня лично, и, ну, вообще, то, что мы заметили в Индии, в Индии идут прям, пьют они прям по несколько раз в день, а имбирь, чем хорош, он, и вообще, себе весь этот напиток, он, как, запускает метаболизм, то есть, они его пьют либо после еды, но мне нравится его пить до еды, потому что прям вот желудок прям начинает работать, по-первых, это очень питательно, да, там молоко, вот, и выпиваешь, какое-то время вообще не хочется есть, а во-вторых, просто запускается механизм работы, и все как в топку, то, что съедаете, все переваривается очень быстро, вот, и индусы, они после каждого приема пищи обязательно пьют масала чай, и для масала нужно время, время, вот нужно выделить время, съесть, как вот, с кофейком, либо как вот зимнее время в Рождество с Гринтвейном, вот эти все специи, ароматы, они требуют просто времени, вот вы садитесь, и созерцаете природу, либо смотрите Инстаграм, в общем, не суть, да, это не напиток, который нужно пить быстро, это напиток, который пьется медленно, глоточек за глоточком, если нравится с сахаром, вы можете добавить сахар, на этапе приготовления, то есть, когда вы добавляли молоко, добавить туда еще сахар, можно уже после добавить сахар, индусы варят прямо с сахаром, они столько его добавляют, что ужас, очень сладко получается, для меня вот это масло идеальное, с горчиночкой, остренькая, такая терпкая, без капли сладости, идеально.